А сейчас к статистике за прошлый год, которую нам предоставили в Министерстве внутренних дел. На сегодняшний день сотрудниками полиции проведено 23 контролируемые поставки наркотических средств, три из которых совместно с коллегами из Кыргызстана. Было изъято более 700 килограммов запрещенного вещества, почти 70 из них героин. Что касается акций внутри страны, то здесь правоохранители за 2014-й выявили около 3,5 тысяч правонарушений в сфере оборота наркотиков. Задержано свыше 26 тонн психотропного зелья. Кроме того, стражи правопорядка отмечают и снижение количества наркозависимых у мужчин и женщин на 13%. О наркотрафике мы поговорим с Жумажаном Мукатановым, начальником оперативно-розыскного управления Департамента по борьбе с наркобизнесом МВД Казахстана. Жумажан Карбекович, здравствуйте. Добрый. Скажите, в этом году уже были крупные задержания? Да, в этом году уже были крупные задержания. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин республики Таджикистан, у которого было изъято более 2 килограмм героина и 10 килограмм гашиша. В чем состоит сложность выявления транснациональных группировок, организующих наркотрафик через нашу страну? Сложности, они есть всегда. Почему? Потому что наркодельцы, они практически, естественно, изучают методы работы, способы тайников, транспортировки и так далее. Одним из таких сложностей является действительно сокрытие. Все-таки латентная преступность, латентное преступление, транзит наркотиков и всевозможные тайники. То есть их профессионализм растет? Их изо дня в день они не стоят и не сидят на месте, но наш профессионализм, я думаю, выше, и поэтому ряд задержаний, которые мы уже в этом году, к слову сказать, в городе Чемкенте, буквально 3 дня тому назад, был задержан житель города Чемкента, у которого изъято более килограмм героина. И говорить о ситуации в целом, то ситуация, она стабильна. И стабильность ее обеспечена отраслевой программой, государственной отраслевой программой, кстати, если говорить, она одна из единственных в постсоветском пространстве, которая определена на противодействие на законный оборот наркотиков на 2012-2016 годы. И эти меры, которые принимаются в рамках этой отраслевой программы, в которой, кстати, участвуют все государственные органы нашей страны, не только правоохранительные, специальные органы, в результате нам уже удалось в прошлом году пресечь более 3000 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. И в рамках реализации планов, которые подписаны между межведомственными отраслевыми службами, комитетом национальной безопасности, пограничной службой, таможенным контролем, пресечено более 156 фактов контрабанды. Поступление наркотиков не только в нашу сторону, но и за пределы. То есть это в большей части в Российскую Федерацию. Ну что ж, цифры внушительные. Спасибо, Жумжан Кирвикович, что уделили время. Спасибо.